Я прочитаю Матфея, 16 глава, с 13 по 20 стих. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога, Бога жива». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Я хотел бы, чтобы в вступлении мы обратили внимание на вот это место, где Христос сказал, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это». Цель или же последствия, почему мы здесь собираемся, потому что Господь открыл нам, Господь открыл нам, что Он есть Христос, есть Сын Бога жива, и во имя Его мы собираемся. Вы знаете, нам, христианам, часто в жизни необходимо такой духовный заряд. Духовный заряд. Вы знаете, как этот человек, который имеет лайсенс, он может использовать его, и он потерян, но он актив. Часто вот в нашей жизни, знаете, мы вот иногда теряем смысл или цель того, для чего Христос нас призвал. Я с Павлом не договаривался, но моя будет проповедь сегодня о силе. Помните, Павел вначале сказал, «Бог предназначил нам силу». Мы друг друга поздравляли в этом. О какой силе? Исаии, 40 глава, 28 стиха написано, «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Я вот свою короткую проповедь хотел назвать «Обновление в силе Божьей». Я буду зачитывать некоторые места Писания, где я никак не хотел просто читать, как истории какие-то, или передавать слова апостолов. Я уверен, мы многие знаем, многие читали это, но я хотел бы, чтобы сегодня с моей проповеди или же короткого свидетельства, я хотел, чтобы Господь нам показал некоторые моменты, которые, может быть, помогут нам в жизни нашей. То есть, какую-то изюминку из этого слова, что, может быть, изменит какую-то часть нашей жизни. Обновление в силе Божьей. Вы знаете, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Мы когда-то пережили встречу с Христом. Многие когда-то в своей жизни пережили эту силу. Когда Дух Святой коснулся нас. Когда такая была радостная, радостная жизнь во Христе Иисусе. Когда такая жажда была по Богу. И вы знаете, и вот проходит года, мы привыкаем, мы как люди, мы привыкаем часто к хорошему. И время от времени, знаете, почему Писание написано напоминанием, не перестану возбуждать у вас чистый смысл. Время от времени, знаете, нам, христианам, нам нужно вот это обновление. Надеющиеся на Господа обнимутся в силе. Поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут. Пойдут и не утомятся. Вы знаете, что люди, которые еще не встретились с Богом. Много есть людей, которые не пережили вот этой встречи с Богом. Знаете, чтобы надеяться на Господа, нужно познать Его. Познать, какой Он есть. Вкусите, как благ Господь. Знаете, и потом, когда мы пережили Его, тогда мы можем обновляться, тогда мы можем надеяться на Него. Римлянам 12 глава, 2 стих, апостол Павел говорит, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Некогда Христос собрал своих учеников и повелел им не отлучаться от Иерусалима. Деяние апостола, 1 глава, 4 стих. Когда Он собрал их на гору свою, и Он сказал, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Обратите внимание, через несколько дней. Почему-то я думал, в Пятидесятнице это 50 дней прошло после того, как Христос вознесся. То есть там были считанные дни. Через несколько дней вы будете крещены Духом Святым. «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилью? Но Он сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Не важно знать, когда это будет. Важна мысль. Важна вот эта изюминка, что придет к вам. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете Мне свидетелями. В Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. И сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. Когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Христос сказал, повелел идти в Иерусалим, не отлучаться от Иерусалима и ждать обещанного. Вы знаете, когда мы собираемся, каждый раз, когда мы идем на собрание, конечно, особенно на наше, потому что мы здесь устрояем наше семейное общение, но я стараюсь приготовлять свое сердце на любое собрание, когда я иду где-то послушать Слово Божие или послужить. Вы знаете, это очень важно. А в жизни, особенно в последнее время, многие увлекаются продуктами хорошими, чтобы все было полезное, как это слово называется, чтобы все было органик. Нужно кушать, чтобы не болеть, нужно витамины кушать, знаете, чтобы крепким быть, здоровым. А для чего мы это делаем? Чтобы не болеть, и чтобы что? Работать. Идти и работать. Мы будем сильные, не будем тратить, особенно в Америке, деньги на докторов, на медицину. Вы знаете, где-то так я хотел бы сравнить о нашем духовном человеке. Когда мы собираемся, когда Господь каждый раз, я когда, допустим, прихожу или иду на собрание, я приготовлю свое сердце как? Я молюсь внутри, или иногда вслух молюсь. Я говорю, Господь, сделай что-то особое в этом служении. И я жду, что что-то будет особое. Что Господь будет говорить ко мне по-особому сегодня. Да, это тоже пятница, но это будет пятница особая. И я иду, и я полностью настроен на то, что Господь будет действовать в этом служении. Когда вот такой настрой есть, и когда мы приходим, начинаем поклоняться Богу, вы знаете, мы начинаем впитывать пищу, мы начинаем входить в поклонение с Ним, в общение с Ним. Он начинает наполнять нас. И наш дух возрастает. Мы получаем пищу духовную. И потом, что? Конечно, нужно общение наедине каждому человеку. Молитва, читать Слово Божие, укрепляться. Для чего? Чтобы наполниться вот этими витаминами, чтобы мы могли идти и работать. Чтобы мы могли что-то, нечто передать другим. Поэтому это очень важный момент, который я хотел подчеркнуть, что ученики, вот они находились вместе. И вот когда написано при наступлении, вторая глава, первый стих, Деяния апостолов, при наступлении Дня Пятидесятницы, все они были единодушны вместе. Все они были единодушны вместе. Вы знаете, сила, когда мы единодушны вместе. Когда дьявол нас не может разбить. И вот когда мы держимся друг друга, когда мы поклоняемся, когда мы убираем все свои взгляды, кто как сказал, не цепляемся за слова. Знаете, иногда автоматические ошибки проходят. Человек даже не имеет в виду там какое-то слово сказать. Но мы ищем смысл, мы ждем, что Господь сегодня хочет делать. Они были единодушны вместе, молились, прославляли Бога. И написано, «Внезапно сделался шум с неба, как бы с несущего сильного ветра и наполнил весь дом, где они находились». «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и подщили по одному на каждом из них. И что, и исполнились все Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». И дальше написано в 5 стихе, что в Иерусалиме там были иудеи, люди набожные, и всякого народа под небом. И когда этот шум сделался, «то собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его на речи». Я хотел бы подчеркнуть, что пришел момент обещания Господнего, вот когда Христос пообещал им, что они получат вот эту силу, когда сойдет на них Дух Святой. И вот пришел момент, где они получили вот это особое обновление, силу Божию, которая взяла, знаете, и наполнила их, когда они говорили, потом уже последствиями видим в последующих главах, когда они говорили Слово Божие с дерзновением, когда они учили. Вы знаете, что, к чему я это все веду, что у нас был момент, я вспоминаю свой момент, когда Господь меня крестил Духом Святым. было необыкновенное состояние сердца, которое я даже не передать. Была любовь Божья, рвение молиться, рвение изучать Слово Божие, рвение общаться, находиться в общении друг с другом в церкви. Поэтому, к чему я веду, что многие люди, или же в том числе наши дети, может быть, не пережили вот этой встречи с Богом, первой встречи, вот этого особого, особого прикосновения Духа Святого. Вы знаете, что нам нужно молиться об этом, чтобы Господь коснулся, и чтобы произошло вот это, чтобы мы были наполнены силой Божией. А те, кто пережили вот это уже состояние, да, и может быть, оно немножко как бы находится в запущении, мы можем обновиться в силе Божией. Вот каждое собрание у нас есть возможность, когда мы можем ближе приблизиться к Богу. Написано, Христос говорил в Луки 14 глава 34 стихом, «Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывает ее». Далее он говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. То есть, здесь говорится о том, что соль, когда она теряет свое свойство, она ни к чему не годна. Когда христианин теряет свое свойство, он ни к чему не годен. Он не будет способен сделать никакое доброе дело для Иисуса Христа. Понимаете? Поэтому вот наша цель, чтобы в наших служениях Дух Святой наполнял нас, чтобы сила Божия, чтобы мы получили вот этот заряд, чтобы мы ходили и передавали его другим. Потому что Христос сказал, что вы – свет мир. Потом, далее, мысль моя, хочу еще подчеркнуть, что, когда мы слышим много учений или много интересных проповедей, вы знаете, очень много сейчас напишено, христианский мир напишет много информации, очень красивыми речами. Но апостол Павел подметил 1 Коринфянам такой момент, что он говорит, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости. Знаете, мы можем слышать много человеческой мудрости, очень много красноречия, но иногда вот нету вот этой изюминки духа и силы. Апостол Павел говорит, оно у меня было, то есть, у него цель была, чтобы слово, которое он передавал людям, оно не было в убедительных словах человеческой мудрости. Но он говорит, но в явлении духа и силы. Потом говорит, чтобы вера ваша не утверждалась на этом. На чем сегодня утверждается вера христиан? Очень часто в последнее время дьявол людей обманывает, и люди начинают утверждаться не на том, на чем говорит Слово Божие, не на мудрости человеческой, на насилие Божией. Силу Божию превратили в кое-что, знаете, такое уже какое-то ритуальное, которое просто не имеет никакого значения. Сила Божия это когда мы приходим, когда мы молимся, когда Господь при нашем присутствии, где бы мы ни появлялись, Господь являл свою милость и свои чудеса. Потому что мы царственное священство, мы народ святой. Вы помните, когда Христос и шел, или да, ученики Его и шли, исполняли свою миссию на этой земле. Они всех подряд не исцеляли, они всех подряд не освобождали. Но у них у каждого христианина, у каждого человека посланного Богом. А я верю, мы все посланные Богом. Потому что Господь помазал нас Духом Своим Святым. Есть призвание. И Бог каждому отделил вот эту черту в жизни, где мы должны работать. Вы знаете, если христианин думает, что это все, я пойду на собрание и я послушаю, там попою и приду домой и это все и в этом успокаивается, то это последнее время заблуждения. Мы каждый должны работать. Мы каждый должны просыпаться утром и благодарить Господа за новый день, который Он дал в моей жизни. Что Он хочет и спросить у Него, что Он хочет, чтобы я сделал в этот день. Понимаете, и Господь будет показывать моменты в жизни, где Он будет использовать нас. Вот для чего мы призваны. Петр говорит, 2 Петра, 1 глава, 16 стих, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным баснем последуя, но быв очевидцами Его величия». Петр говорит, мы не просто говорим вам какие-то сказочки, которые никто не может проверить, что там со мной было о молодости, какие-то старые истории. Мы видели, мы с Ним общались, мы были на святой горе Его. Он говорит, что «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глаз, «Сея Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. Он говорит, мы сами были очевидцем славы Божьей. Поэтому он говорит, мы не просто вам говорим какие-то хитросплетенные басни, которым вы должны следовать, мы говорим вам в силу Божью. Мы говорим вам живое слово, потому что мы это пережили, мы были с Ним. Понимаете? Вот это, что недостает сегодня христианам. Чтобы мы говорили дух жизни, чтобы общаясь с нами люди, они просто заражались. Многие говорят, вот на кафедру выйти, такое вот тяжелое место, трудно с мыслями собраться. И в самом деле иногда теряешь одно, второе, потом уходишь, думаешь, и то забыл сказать, и то забыл сказать. Ну, думаешь, ладно, значит, не надо было. Но, вы знаете, я бы, сказал бы, может, и легко говорить за кафедрой. Можно сделать, ну, как, я слово в слово не напечатал себе, что я буду говорить, но я сделал, например, такие моменты местописания, да, вот, и названия, вот, чтобы сориентироваться, двигаться с мысли следующей на следующую. Но просто, можно даже слово в слово написать и чисто прочитать и назвать это проповедью. Знаете, но самая тяжелая проповедь или самое тяжелое для плоти нашей, можно сказать, это идти и проповедовать в мире этом. Поэтому необходима сила Божия, сила Духа Святого. Сила Духа Святого необходима для нас, для всех сферах нашей жизни, во всех сферах нашей жизни, как в церкви, как на работах наших, как в семье, знаете, как, где бы мы ни были. Первое, Коринфянам, Павел говорит, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. «Для сего я и послал вам Тимофея, моего возлюбленного и верного Господя Сына, который напомнит вам о путях моих и во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас, из вас, у вас возгорделись, но скоро приду к вам, если угодно, будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царствие Божие, мне нравится вот этот стих, последний, двадцатый стих, «Ибо Царствие Божие не в слове, а в силе». Да, слово надо. Словом все было поставлено. Бог сотворил небо и землю. Он написано, поставил слово свое выше всего. И мы должны углубляться, это должна быть пища, знаете, для нашего духа. Каждый день наполнять свое естество этим словом. Но также необходима сила Божия. Если силы Божией не будет, то слово это просто будет буква. Это будут просто хитро сплетенные басни, это будет мудрость человеческая. И, наверное, мы свидетели многому тому, что такого очень много вокруг нас. И я, в частности, могу сказать, что в жизни моей то же самое было. И я пытаюсь бороться с этим. И хочу, нуждаюсь в том, чтобы вот последнее время моей молитвой направлено на то, чтобы Господь обновил нас. и тех, кто не встретился с Господом, чтобы они могли повстречаться с Ним. Чтобы, как однажды, вот, как однажды, вот мы помним, был такой человек, начальник, Затхей, он слышал про Иисуса, знаете, но он не знал, какого он или кто он. он должен был там проходить какой-то дорогой, там, и он решил вот увидеть его. И вы знаете, вот когда повстречался вот Христос вот с Затхеем, или Затхей со Христом, посмотрите, насколько переменилась жизнь человека. Насколько переменилась жизнь человека и окружающая его среда. Человек полностью поменял свое отношение к своим рабам, к своим окружающим. Знаете, когда мы повстречаемся с Богом или обновимся в силе Божьей, то многие вещи в жизни просто искоренятся в нас. Они будут нам просто противные. Почему? Потому что это все плотское. Это все, знаете, то, что не служит к миру, к назиданию, то, что не нужно христианину. Еще одну мысль я хотел сказать об одном человеке, который жил благочестивую жизнь, богобоящую жизнь. Знаете, я вот люблю, когда от меня придет мысль какая-то, я часто делюсь с другими по телефону или там дома. Так что я буду повторять, может, некоторые мысли кто-то слышал, но не все уверены. А я хотел бы напомнить еще об одном человеке, о Корнилии. Сотник, большой человек. Вы знаете, он любил, он, может быть, знал ли он Бога до конца или не знал, но он, написано, благочестивый человек был. Это деяние апостолов, 10 глава, с 1 стиха. Что в Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемый итальянским. Не маленький человек, да? Сотник, это значит, у него подчинение было сколько? 100 человек. Да, благочестивый, боящийся Бога, со всем домом своим. Заметьте это. Влагочестивый, мы обратим внимание на вот эти качества, боящийся Бога, со всем домом своим. Потом идет запятая, следующее, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Мы знаем история, чем закончилась. Что он видел ангела, который пришел к нему, называл его по имени Корнилий. он испугался, сказал, что Господи. Он отвечал, ангел, что ему ответил? Молитвы твои, милостыни твои пришли на память перед Богом. Давайте подчеркнем вот эти моменты благочестия, бояться Господа, со всем своим домом, также творить много милостыни, народу и всегда молиться Богу. Вот эти вот моменты Господь обращает на них внимание в нашей жизни. Потом, что написано, что молитвы и милостыни твои пришли на память перед Богом, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемым Петром. И дальше ангел ему дал конкретные координаты. Петр в это время странствует или направляется по своему служению, двигается вперед и Петр заходит на какой-то на кровь дома помолиться и видит видение. Да, мы все помним прекрасно об этом. Что интересно, что Корнили посылает людей, находят Петра там, где они остановились вот на вот эту ночь. Чудом, знаете, так вот встреча-то произошла. Они они Петр получает откровение в этот момент. Что интересно, что мы заметим такую важную вещь, что когда Господь обратит на нас внимание, Он сделает чудо. Знаете, чтобы и даст то, что не достает нам. Наше дело находиться вот в этой благочестии. Что такое благочестие? Это благочестивый человек это почитающий Бога, богобоязненный, смиренный, человек, который живет сообразно Слово Божьего. В благочестивую жизнь также входит молиться, читать Слово Божие, находиться в общении со святыми. Быть благочестивым человеком это также обуздывать свой язык. Как написано в Слове Божьем, если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает сердце свое, а у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Вот качества такие вот благочестия. То есть, вот эти качества должны у нас присутствовать. Творивший много милостыни. Милость это то, что подается нищему на подаяние. То есть, это есть доброе человеколюбивое отношение. Это может быть благодеяние, это может быть благосклонность, полное доверие, расположение к кому-нибудь низшему со стороны высшего. Это с одного словарей. Я вот выписал маленькие такие вот обозначения милости. Второе Коринфянам, 9 глава, 7 стиха. Апостол Павел говорит, каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог, Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано, расточил, раздал нищим, правда, его пребывает в век. Милость. Мы должны видеть вокруг себя людей, кому мы можем помочь. Знаете, человек, который живет жизнью Божией, человек, который обновлен в силе Божьей, он просто так не будет жить для себя, не будет просто я принес там в церковь, ну и все. Это обязательно надо делать, но так же вокруг нас есть люди, и круг, который Господь нас поместил, где мы должны оказывать милость. если мы не знаем этих людей или не видим, мы никогда не задумывались просто об этом, нужно ли делать это нам, и как важно это делать. Мы должны попросить, помолиться, и Господь откроет нам глаза. Почему-то Господь подчеркнул вот эти качества. Этот был человек, который творил много милостыни народу, и он молился всегда Господу. Помните, за эту вдову, которая не давала покоя, вот этому царю неправедному, чтобы он защитил ее от соперника. Получается, что она приходила, надоедала, надоедала, и потом он уже терпением лопнул, он говорит, ладно, пойду защищу. Надоело уже, как бы своими словами. И получается, что Господь говорит, вы видите, что, как говорит этот судья неправедный, а Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? То есть, здесь так же само кроется то, что мы не должны ослабевать в молитве. Постоянно, ревностно должны молиться и не унывать. Закончилась история, мы все знаем, с Корнилием, что Петр пришел в ее дом, там уже собрались люди. Во-первых, хочу подметить, что они были необрезанные, да, общение, это как такового, вот Петр, он принадлежал там к числу обрезанных, у них не было общения такого, как бы, друг с другом, да, с этим народом, с язычниками. И, а что интересно, что Петр пришел, сделал свое дело, рассказал ему об Иисусе Христе, и написано, что еще даже не закончил речь свою, даже не молился, написано, еще не закончил речь, и сошел на них Дух Святой. Они были в недоумении, как это случилось, на этих людей сошел Дух Святой, они же язычники, мы же с ними как бы не общаемся, да, Господь сошел, и все бывшие с Петром увидели, что Господь нелицеприятен, что и на них послал Духа Святого. Далее там говорится о том, что Петр говорит, если Дух Святой сошел, что препятствует крестить их? Давай сразу крестили их, преподали им водное крещение, и все, и вот возвращаются назад, уже ждут братья там его, и собрались братья и говорят, ты куда ходил? И знаете, что это люди не обрезанные, знаете, устроили такое братское, дратское, да, и начали это, Петр выслушал их, я просто цитирую историю, и он говорит, братья, вы поймите, что он как ответ им кротко объяснил, говорит, когда мы увидели, что Дух Святой сошел и на них, то, говорит, разговора больше не было, Господь любит их так, как и нас, поэтому Господь наш нелицеприятен, братья сразу поняли, мирно закончили свою беседу, и это, и поняли, что Господь нелицеприятен, что Господь любит всех одинаково, поэтому мы все братья и сестры во Христе Иисусе, то ли обрезанные, то ли не обрезанные, если у нас есть цель одна, почему, я так задумывался, почему столько пригородок в жизни поставлено, почему в многих церквях говорится, с теми не общайтесь, это баптисты, это субботники, и даже иногда слушаешь русское радио, насколько споры идут об этом, кто прав, кто не прав, кто празднует субботу, кто воскресенье, понимаете, кто ноги моет, кто не моет, столько споров, я смотрю, что в последнее время, я понимаю, что в Америке здесь нет такого, что можно выйти и в анализацию сделать, и ваша церковь заполнится людьми, новыми, просто многие постаря, они не понимают, что Господь, что это все дети Божьи, это не ваши люди, это не ваши люди, если Господь поставил, чтобы вы управляли им, то это большая милость, и вы будете ответственны за то, что вы делаете, и многие вот запрещают общаться, почему, потому что выгода, потому что люди уйдут, а вдруг люди уйдут в эту церковь, понимаете, Бог не лицеприятен, хотелось бы, чтобы христианский мир объединился в одно, чтобы у нас был враг один для всех, общий, это дьявол, выступать против него, чтобы нам всем обновляться в силе Божьей, чтобы жить, исполнять волю Божью на этой земле, вот этого, я думаю, что ищет Господь, поэтому, на этом я закончу свое краткое слово, да поможет нам Господь в нашей жизни, чтобы мы бодрствовали во все дни нашей жизни, чтобы жизнь наша, когда собрание закончилось, чтобы наше важное общение или важное служение в жизни, оно продолжалось, знаете, очень нелегко, часто мы срываемся в общении друг с другом, в семейных общениях, а потом поднимаемся, каемся и идем дальше, и это нелегко, знаете, но Господь призвал нас к этому, чтобы мы, забивая заднее, простирались вперед, мы шли вперед, шагая, невзирая ни на что, стремились, достигали почести Вышнего звания во Христе Иисусе, и если мы будем вот такую вот, займем вот такую позицию, Господь нам поможет, мы обновимся в силе Его, аминь, и кто не встретился с Господом, Господь явится, сделает такое явное, явное, знаете, такое прикосновение, когда человек просто изменится, если у него не было желания идти на собрание, он просто будет бежать сюда, с нами вместе, вот когда мы здесь вот занимаемся, за час раньше будут занимать места, потому что будут хотеть общения с Господом, потому что это будет жизнь наша, вот как я говорил, как для плоти, мы хотим что-то вкусное, но в тот же момент и полезное, так же самое для нашего духа. Субтитры создавал DimaTorzok,